То есть сейчас информация для тех, кто собирается покупать себе Hummer. Я со своим ростом полностью, полностью могу ложиться и не позволю украсть и слить ваш бензин. И честно сказать, не знаю как вам, но мне вот нравятся именно старые машины. Очень большим и тяжелым кажется капот. Друзья, всем привет! По многочисленным вашим просьбам я наконец-то добрался до автомобиля Hummer H2 и делаю сегодня обзор на эту прекрасную машину. Я считаю и мне кажется, что Hummer H2 это уникальный автомобиль, это легенда. Это просто суперский аппарат. И наверное мне кажется, что ни одна машина, ни один автомобиль не сравнится с этим монстром. Как по своим техническим характеристикам, так же по красоте, внешнему виду и брутальности. Я конечно не такой крутой автообзорщик, как Давида Чили Академик, но сегодня на своем опыте я вам расскажу и покажу об этой машине все, что знаю. Расскажу про свой опыт владения этим автомобилем. И так же может быть какие-то полезные вещи вы для себя сможете уяснить. Ну конечно же первое, с чего я хочу начать, это габариты и размер автомобиля. Посмотрите, насколько он большой. Мой рост 1,78 м. Вот, если подойти к водительской двери, то практически еще до крыши остается около 20-30 см. Честно сказать, меня это всегда очень привлекало, нравилось, потому что в этом автомобиле ты себя чувствуешь человеком и королем дороги. Давайте теперь заглянем вовнутрь, я вам покажу, как выглядит этот автомобиль открытым и что в нем, какие функции присутствуют. Потому что, ну я знаю, многие люди не только не сидели в таких машинах, они даже еще и вживую их не видели. Вот, поэтому сейчас мы все откроем и я вам все покажу. Давайте начнем нашу экскурсию с водительского места. Вот, смотрите, мы залазим. Специальные ручки есть, чтобы держаться, чтобы залазить. Вот, но я уже привык без них. В общем, мы садимся. Очень удобная посадка. Прямо, знаете, такое ощущение, что вы находитесь реально на борту самолета. Вот, тут такие капитанские шикарные сиденья, красивейшие. Вот, как сзади, так и спереди. Все на черной коже. Вот, в общем, мы сели. Вставляем ключ зажигания в замок. Загораются лампочки. И мы включаем автомобиль. Послушайте, какой приятный, приятный звук у мотора. Но в салоне его особенно не слышно. Вот, зато снаружи это просто благодать. Хаммеры мне нравятся тем, что здесь, в принципе, минимум кнопок, минимум электроники и особо нечему ломаться. Ну, давайте сейчас посмотрим, например, на водительскую дверь. У нас здесь есть только рычаги открывания стекол и закрывания на все четыре двери. У нас есть рычаг на регулировку зеркал. А также у нас есть блокировка дверей и окон. И замок закрывания двери. Также со стороны водителя присутствует обогрев сидения. Вы можете подогревать как задницу, так и спину. Вот, и запоминать положение кресел. Сейчас объясню, что это такое. Из важных элементов у нас есть омыватель заднего стекла, включение света. Но я обычно держу указатель в таком положении авто. То есть, когда начинает темнеть, фары сами по себе зажигаются. А также яркость и регулировка ламп. То есть, это, в принципе, все. И мне это очень нравится. Вот, смотрите, здесь у меня установлен уже нештатный медиасистема, которая может iPod читать, телефон и все остальное. Можно видео на нем смотреть. Обычно тут стоит штатная CD-система. Потому что Hummer выпускались до 2007 года. Тогда еще не знали, что такое iPhone и iPad. Поэтому обычно стоит штатная. Но можно поменять. Тут есть разъем, который позволяет это сделать. Так, теперь смотрите. Тут у нас, значит, раздатки. Тут мы регулируем передний мост, задний мост. Вот, это значит, что у нас с прицепом можно тащить. И вот эта вот кнопочка включает пневмоподъездку. На моей автомобиле пружины уже, вернее, пневмобаллоны поменены на пружины. И в Hummer'ах это большой плюс. То есть, сейчас информация для тех, кто собирается покупать себе Hummer. И если вам бывший владелец скажет, что он уже поменял пневму на пружины, это очень хорошо. Потому что пневмобаллоны, они стоят очень дорого, быстро ломаются. В принципе, от них никакого смысла нет. Поэтому вам очень повезет, если у вас уже будет поменены на пружины. Запомните это. Для города это даже лучше. Так, давайте посмотрим теперь на климат-систему. Так, у нас вот есть климат, который мы включаем. Он двухсторонний. То есть, можно как со стороны водителя включать. Все, видите, можно вот, честноноги дуют. Можно все это менять. Вот, например, на стекло, на лицо. Вот. И также можно на пассажирском сидении тоже убавлять или увеличивать температуру. То есть, уже климат будет работать только на пассажира или только на водителя. Если вы один едете, и пассажир. Также кондиционер, воздухозаборники, воздух, чтобы циркуляция воздуха. И обогрев зеркал, стекол. Все, в принципе, на этом из техники и электроники в Хаммере все заканчивается. Также на некоторых, на некоторых Хаммерах установлен сервороль, да, так называемые. На котором тоже можно переключать какие-то каналы. Но я этим обычно не пользуюсь. Вот эти вот, например, кнопочки показывают, сколько у нас осталось до заправки. И показывают на бортовом компьютере какие-то проблемы, если есть. Информацию, там, сколько проехали, сколько миль осталось. Звук и переключение. Это для музыкального проигрывателя. По коробке. Смотрите, коробка у нас получается четырехступенчатая. Вот, обычный автомат. Всего есть несколько положений. Это паркинг, нейтральная позиция задняя и драйв. То есть, обычно езжу на драйве, на вот этих вот, на третий, второй, пониженных передачах я обычно вообще не езжу. Это, в принципе, нужно только для тех, кто ездит по болотам, по грязи и по всему остальному. То есть, я этим не занимаюсь. Мне хватает только драйва для передвижения по городу. Еще одна очень важная особенность хаммеров. У них, как ни странно, слабая коробка. То есть, где-то на 120-150 тысячах километрах, если вы агрессивно ездите, обычно коробка летит. То есть, если вы выбираете себе хаммер 2002-2003, там, 2004 или 2005 года, у них по-любому уже будет пробег больше 200 тысяч. Поэтому у хозяина обязательно спрашивайте, менял ли он коробку. Замена коробки стоит около 80-100 тысяч, в зависимости от региона, где вы проживаете. Надо ее заказывать из Америки. Поэтому надо постараться так, чтобы избежать этого недуга и искать автомобиль, у которого коробка уже поменена. У меня автомобиль 2007 года. На нем пробег уже больше 200 с лишним тысяч километров. Также, скажу точно, 217 покупали. Сейчас где-то, наверное, 230. И бывший владелец как раз-таки поменял пружины, вместо пневмобаллонов поставил и поменял коробку. В ближайшие несколько десятков тысяч километров, я надеюсь, меня ничего беспокоить не будет, если буду вовремя все менять и доливать все масла и менять фильтра. Очень классная фишка, которую я обожаю. Но, наверное, она уже есть во всех современных машинах. Когда вы приезжаете на пункт назначения, выключаете зажигание, открываете дверь, вытаскиваете ключ зажигания и происходит чудо. Сидение начинает отодвигаться, чтобы вам было удобно выходить из машины. Так, давайте теперь расскажу про аудиосистему. Во всех хаммерах установлена аудиосистема BOSS. Это считается одной из лучших фирм по аудиоакустике. И хаммеры не стеснялись. Вставляли практически в каждую дверь, в каждую нишу, которую вы увидите, можно обнаружить колонки. Даже в багажнике они присутствуют, потому что, в принципе, в багажный отсек, там еще предусмотрено одно сидение капитанское, запасное. Но обычно его убирают, потому что оно занимает много места. Если вы что-то возите на машине, то обычно нужно его убирать. Со стороны пассажирской двери тоже очень все просторно, все комфортно. Также существуют разные регулировки сидений. Как вы хотите, можете опускать, поднимать. Плюс-минус делать выпуклую, делать впуклую сидение себе под задницу. Так что очень удобно, комфортно. Классно, что находятся разные ниши в двери. Можно все хранить, все, что вы пожелаете. Есть подстаканник для напитков. Есть довольно-таки большой, просторный бардачок, в котором можно документы хранить, какие-то провода. Ну и, конечно же, такой красивый климат-контроль. Чтобы забраться в кабину, тоже можно пользоваться вот этой штукой. То есть, как в КамАЗ садитесь, закрываете дверь и погнали. В больших машинах, в Хаммерах или в Додж Раймах, я обожаю вот эту вот часть средняя. То есть, во-первых, тут можно много чего хранить. Другие документы, деньги, еще что-то. Вот. А также очень комфортно и удобно, когда ты едешь, ты облокачиваешься либо так, на сидушку, либо на эту кладешь руку. И это очень удобно при вождении. Прям чувствуешь себя очень вольготно и очень комфортно. Давайте теперь посмотрим на пассажирские сиденья сзади. Сзади тоже очень много места. Может расположиться спокойно 3-4 человека. Вот. Сидушки, конечно, очень комфортные. Все очень красиво смотрится. Вот. И сзади у пассажиров также присутствует климат-система. Можно регулировать громкость и вставлять наушники. Вот, пожалуйста, разъем для наушников. Но, опять же, это все старенькая машина, как бы до седьмого года. Сейчас-то уже, конечно, другие технологии. Вот. Также можно подогревать сиденья. Есть разъем для прикуривателя. И разъем, видимо, для дисков. Вот. Так что сзади очень удобно, интересно. Для путешествия эта машина просто незаменима. Потому что, если вы... Вот сейчас еще рассказываю тем, кто не знает. Я когда не знал, я очень долго думал, как открывать задние сиденья. Смотрите, они просто вот так вот поднимаются. И здесь просто опускается без всяких рычажков, без всего. И автоматически поднимается вот эта вот, опускается штука. Все. Таким образом сиденья у нас складываются в пол. И здесь можно вольготно лежать. Вот, смотрите, разложив таким образом сиденье, вы спокойно можете сюда разложиться. О, я со своим ростом полностью, полностью могу ложиться. Обычно мы берем с собой матрас, кладем его сюда. И спокойно всей семьей можем спать, отдыхать. Куча места. Вот, приятный воздух. Поэтому для путешествия эта машина, она просто, это супер. Ну и, соответственно, видите, у нас еще остается очень большое багажное отделение. Вот тут очень много места. Есть дополнительный свет. Вот, в этих нишах ничего нет. Это у нас там колесные арки. Но есть вот такие ниши для инструментов, для каких-то вещей. Вот сюда можно ставить сумки. Ну вот, поэтому это, я считаю, очень удобно, очень просторно. И, соответственно, повсюду прикуриватели. Это тоже очень большой плюс. То есть, можно спокойно что-то подзаряжать, телефон или еще что-то, какую-то технику. А также здесь есть автоматический насос. То есть, вы откручиваете, вставляете шланг, нажимаете так, и у вас подкачиваются колеса. Так, давайте теперь заглянем по днище автомобиля. Ну, во-первых, это не днище, конечно, вот классная вещь, что вы можете использовать или возить дома на колесах. Вот, это розетка специальная, чтобы подключать прицеп или что-то еще. И вот, смотрите, как я обещал, показываю вам. Вот это у нас, получается, пружины, вернее, пневмоподвески, которые уже пустые, которые не используются. И вот они у нас, пружины. То есть, вот эти пружины, они очень удобные. И вот, как раз вот это вы должны проверять в первую очередь, чтобы у вас все уже было на пружинах, вся подвеска. А так, автомобиль очень крепкий, очень большой. В принципе, ломаться нечему. Поэтому, как говорят многие слесари, куда, как они называются, автомеханики, да, когда ты заезжаешь на сервис, они говорят, что автомобиль настолько простой, он как Нива. То есть, его можно просто молоточком постучать, если знать куда. И, соответственно, можно все с легкостью починить. То есть, куда бы вы ни поехали, в какой бы вы стране ни оказались, в каком бы вы деревне ни оказались, всегда найдутся мастера, которые спокойно могут починить этот автомобиль. И никаких проблем у вас не возникнет. Потому что он, ну, простейший. Просто вот там, сейчас мы откроем капот, я покажу. Просто нечему ломаться. Колесные арки у хаммеров обычно очень большие. Поэтому колеса вставлять сюда можно тоже огромные. И, по-моему, насколько я знаю, можно аж до 30-го радиуса на низкопрофильной резине. Спокойно вставлять. Вот, также у нас, смотрите, это лючок без забака, который открывается с ключа. Там есть дополнительные прокладки, которые антивандальные. И не позволят украсть и слить ваш бензин. Поэтому это тоже очень удобно. У кого хаммера нет или он не знает, как открывается капот, вот, обычно ручка находится вот здесь. Это у нас ножной тормоз. И чтобы открыть капот, нужно, во-первых, открыть вот эти ручки. Все, и теперь просто, как на КамАЗе, мы на себя должны открыть. На самом деле, очень большим и тяжелым кажется капот, но на деле это все делается очень легко и просто. Вот, смотрите, заглядываем теперь под капот нашего автомобиля. Так, что у нас здесь? У нас тут спрятан 6-литровый двигатель. Вот, так же все, в принципе, стандартно. То есть, у нас аккумуляторная батарея спрятанная здесь. У нас здесь бачок гидроусилителя руля. У нас здесь фильтр. У нас здесь свечи, зажигание спрятаны. Вот, масляные щупы и все остальное. Радиатор. Вот, а так же здесь, конечно, спрятан вентилятор, который охлаждает нашу систему, чтобы автомобиль не перегревался. Все, ну и, конечно же, бачок антифриза и омывайка. Ребята, вот посмотрите просто на этот мотор и скажите, что это очень простая техника. Тут ломаться просто вообще нечего. Посмотрите на эти катушки, на все. То есть, тут можно все делать своими руками. Так, пока сейчас стою на колесе автомобиля. Покажу вам, что у нас находится на крыше. Так, ну у меня, смотрите, автомобиль, он сразу сделан с люком. Это очень классно. Так же здесь есть дополнительные габариты и обязательно рейлинги. Рейлинги – это очень важная вещь для того, чтобы устанавливать вот такие багажники на крышу. Он нам шел бонусом при покупке. Вот, поэтому это очень классная вещь, которая экономит, во-первых, место в багажнике. И вот эти вещи очень сейчас популярные, модные. В Швейцарии, вообще в Европе все с ними ездят. Это очень удобно и круто. Так что покупайте себе такие, не стесняйтесь. Так, ну что, нам осталось только закрыть. Закрывается автомобиль просто вот так вот. Очень хорошая пневмопомощь идет. Вот, автомобиль закрываем. Задние калитки часто на хаммерах не бывает. Они выглядят вот так вот, без задней калитки. Но мне с калиткой нравится, потому что, может быть, это смотрится по-колхозному, как многие говорят. Но зато колесо заднее у нас здесь. У нас здесь встроена камера заднего вида. Поэтому это очень удобно при парковке. Вот, так что закрывается все это вот таким образом. Калитка. Специальный держатель. Все, теперь у нас все, ничего не отвалится и по дороге не отпадет. Так, ну что, теперь я предлагаю нам прокатиться на этом бегемоте. Вот, сейчас послушайте, как начинает работать выхлопная система. Это просто сказка. Друзья, послушайте, какой звук, да? Это как будто рычит просто львица, которая хочет с ношений испариться. На радостях забыл Левку. Все, берем его с собой. Левка, пойдем прокатимся. Конечно, вы лучше так не делайте. Если у вас собака не такая лохматая, как у меня, то можно. Но вот с этим лохмачом, конечно, сложно. Постоянно волосы повсюду. Приходится каждую неделю делать уборку салона. Так, ну что, давайте сделаем с вами небольшой круг. Прокатимся, послушайте, как машина работает. Вот сейчас закрываю все окна. И, в принципе, в салоне тишина. И вот сейчас я даю газу. Очень комфортно идет, очень комфортный автомобиль. Прямо, ну, сказка. Любые кочки, любые неровности. Просто супер. Так, давайте попробуем до соточки, наверное, да? Она сейчас прямая, как раз прямая. Попробуем сейчас разогнаться конкретно. К сожалению, мало места. Ну, этот автомобиль, это и не гоночная машина, поэтому насиловать мы его сильно не будем. Я сейчас давил, на самом деле, на газ совершенно аккуратно, не сильно, чтобы было довольно комфортно нам набирать скорость. Ну, и плюс, видите, велосипедисты всякие ездят все-таки опасно. Так, а вот здесь сейчас мы можем и попробовать. Ну, в общем, я вам по своему опыту хочу сделать такое заявление и резюмировать все вышесказанное сегодня. В общем, Хаммеры, это шикарная машина. Это классный аппарат. То, что он большой, и как все многие думают, что неповоротливый, неудобно парковаться, неудобно заезжать куда-то. Это все мифы, все очень просто, все очень удобно. Когда вы сдаете задним ходом, у вас зеркала поворачиваются, опускаются вниз, чтобы удобно было смотреть на дорогу. Вот, когда вы едете, ну, во-первых, если есть камера заднего вида, то это вообще очень удобно, но и без нее никакой сложности у вас припарковаться не составит. Второе, что хочу сказать, что все-таки Хаммер, это не гоночный автомобиль, это обычный, внедорожник. Это классный внедорожник, по которым, конечно, если вы любитель поездок по лесам, горам и долам, это очень классно. Но если вы также житель города, мегаполиса, или просто живете в небольшой деревне, как я, то этот автомобиль очень классный в переездах, в поездках, в путешествиях, во всем, во всем, что связано с транспортом и с дорогой, это очень удобно и классно. Вот, смотрите, сейчас мы двигаемся задним ходом, включилась камера, и мы видим, куда мы подъезжаем. Конечно, писк стоит невероятный, но он показывает нам, сколько еще осталось сантиметров или дюймов до столкновения, до объекта. Мы еще видим, что ехать можно. Все, а теперь уже как бы нельзя. Обычно я, когда еду на Хаммере H2 по трассе, то у меня крейсерская скорость получается 100-110 км в час. Это вполне достаточно, это приятно, и это удобно для вождения, то есть автомобиль не сходит с колеи. Если уже увеличиваю скорость до 120-130, получается немного дискомфорт. Но как-то по хорошим дорогам я 160 ездил, но при 160, конечно, и расход больше. Вообще, когда вы ездите на Хаммере, есть небольшой секрет. Вот посмотрите, сейчас, ну, мы просто сейчас едем медленно, да, я с вами общаюсь и все показываю, но при скорости где-то 100 км, как я объяснил, да, 100-110 км, у вас получается где-то полторы тысячи оборотов будет держаться на тахометре, то есть из 8 цилиндров отключается половина, остается всего 4, и это идет очень маленький расход бензина, то есть вы едете, нажимаете на газ, и потом, когда достигаете определенной скорости, вы сбрасываете газ, вот мы сейчас, смотрите, развиваем скорость, например, дошли до 50 км, все, мы сбрасываем, и получается, видите, стрелка тахометра падает, а скорость у вас не падает. И это очень удобное при вождении, особенно на больших скоростях, когда вы едете 100 км в час, вот вы разогнались до сотки, все, газ отпускаете, и он едет, он сам катится, то есть цилиндры отключаются, и у вас идет, вот видите, опять раз, стрелочка упала, а я теперь подавливаю газом чуть-чуть, на 40 держу, но у меня тахометр также в пределах единички, при 100 км в час у вас будет полторы, но максимум 2000 оборотов, и это будет очень экономичная езда. Вот, также еще хорошая особенность, как я рассказывал выше, про люк, вот у нас есть люк, это очень удобная вещь, если будет у вас возможность покупать с люком, он автоматический, в принципе, меня ни разу люк не подводил, все, вы открыли его, и у вас получается такое, некое подобие, некое подобие кабриолета. Так что, друзья, если понравился мой автообзор, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой инстаграм Иван Кузьминов, обязательно там много чего интересного, вот, я, конечно, не занимаюсь конкретно автообзором, но мне это нравится, вот, те машины, которые я знаю, о которых я рассказываю, я с удовольствием буду с вами делиться, у меня за всю жизнь был Хаммер H3, Хаммер H2, целых три раза, вот сейчас тоже Хаммер H2, Доджрам из больших машин, 1500-й, вот, и вот эти все машины мне нравятся, я буду о них рассказывать, и честно сказать, не знаю, как вам, но мне вот нравятся именно старые машины, мне нравятся именно автомобили 2002-й, ну, вот, короче, 2000-х годов, вот эти современные сейчас автомобили BMW 6, BMW 7, какие-то Мерседеса непонятно, вот, вообще не нравятся, это, опять же, на любителя, наверное, но я вот люблю вот такую старую школу, да, люблю мощные, большие, красивые, страшные, может быть, с одной стороны автомобили, да, которые вот именно раскрывают мужской брутальный характер, и, ну, они реально крутые, у них есть душа, то есть я считаю, что вот у этих автомобилей, у Хаммеров, у Доджи, у них просто вот есть, на них посмотрите, у них есть душа, как у человека, и ты можешь реально чувствовать, и даже разговаривать с такой машиной. Моя ласточка, мой хомочка, какой ты у меня хороший, хомочка мой. Все, давайте паркуемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok